Пацаны и Академия Амбрелла. Два сериала, следующей похожей формуле, оба вышли на экраны в 2019 году. Финал только вышел, и усталость от MCU начала ощущаться, но Netflix и Amazon Prime Video нашли решение. Им стали эти два супергеройских шоу. Мрачнее, с комедийными элементами и для более взрослой аудитории. Академия Амбрелла завершилась, показав в финале самый низкорейтинговый эпизод за все время. Пацаны выпустили предпоследний сезон, побив рекорды просмотров на Amazon Prime Video. Судьбы шоу разошлись. Но почему, если раньше они были так близки по качеству? Что заставило их все больше отдаляться друг от друга? Я решил разобраться в этом и ответить, что же произошло. Итак, давайте начнем. Вот почему пацаны пережили Академию Амбрелла. Предупреждаю, в видео будут спойлеры. Разница в исходном материале. Когда сериал отходит от первоисточника, мы часто видим, что если он хочет продолжаться после исходника, так как тот не завершен, качество обычно сильно падает. Самый известный пример. Игра престолов. С Академией Амбрелла произошло то же самое. Первые два сезона, основанные на комиксах, считались лучшими, а финал второго почти получил девять на IMDb. Но к третьему сезону нового материала уже не было. Хотя анонсировали том Академия Воробьев, он до сих пор не вышел. И вот тут-то и начался спад в шоу, им пришлось действовать самостоятельно. Когда дело дошло до финального сезона, сценаристам пришлось самим придумывать концовку. Без создателей оригинала или их работы трудно по-настоящему понять мир, который они создали. И то, как они это делают. И как мы видели, полученная концовка была крайне слабой. Это показало, что шоу в основном полагалось на исходный материал для успешного повествования. Нужны были эти ориентиры, чтобы создать что-то вдохновленное ими. Успех пацанов во многом связан с Крипке и его командой. Но шоу также помогло то, что весь нужный материал для сценаристов практически лежит прямо перед ними. В комиксе 72 выпуска. И главное есть концовка. Есть начало и конечная цель, к которой шло шоу, что мы увидим в пятом сезоне. Хотя сериал не точно следует комиксам, видно прямое вдохновение в сюжетных линиях и общем всеобъемлющем сюжете, который, вероятно, планировался еще с первого сезона. Поскольку у Академии Амбрелла не было готовой концовки при создании шоу, об этом задумались, видимо, только когда Netflix решил закрыть сериал. Но хотя бы авторы комикса теперь знают, как не стоит его заканчивать. Разница в темпе. Одно из главных отличий этих двух шоу – то, что у Академии Амбрелла всегда была история на сезон, которая затем завершился клиффхенгером, ведущим в следующий сезон, тогда как у пацанов всегда была сквозная история, обеспечивающая большую плавность на протяжении всех эпизодов. Пацаны всегда держались проверенного формата. Восемь серий в сезоне, опередив другие шоу, осознавшие, что восемь серий лучше десяти. Исторически Академия Амбрелла выпускала десять серий, но в финальном сезоне их стало лишь шесть. Это не имело смысла и сделало темп шоу односторонним, а финал – поспешным. После тридцати серий сериала ожидаешь десять в финальном сезоне, чтобы сохранить привычный темп, хронометраж и время на раскрытие персонажей, к которым мы привыкли, чтобы понять их мотивы и увидеть их лучшие стороны. Но этого совсем не произошло. Темп «Пацанов» всегда был стабильным, и даже с меняющейся длительностью серий это не беспокоит, так как к концу сезона все обычно уравновешивается. В итоге все сбалансировано. Академия Амбрелла оставила пустоту – проблема, которой никогда не было у «Пацанов». Создание вселенной – вот что помогло «Пацанам». И причина, почему сериал до сих пор популярен – в нем создан целый последовательный мир. Это чувствуется во всем, и очень последовательно. Будь то флэшбеки с «Солдатиком», которые мы часто видим, или травмы Хоумлендера, влияющие на него сейчас и объясняющие его поведение, или спин-офф поколения «Фай», или даже их присутствие в соцсетях нашего мира. С момента первого эфира шоу постоянно развивалось, и все связано с более широкой картиной – «ВСЮ». Не то чтобы «Поколение В» – причина успеха «Пацанов», но оно добавляет новый слой, а связанный сюжет четвертого сезона дал шоу «Свежий взгляд» и продолжил показ другой части этого мира. В Академии Амбрелла, с ее множеством временных линий и путешествиями во времени, возможности казались безграничными. Введение Академии Воробья было хорошим ходом, но исполнение оказалось крайне неудачным. Это был шанс Академии раскрыться, добавив новый слой истории с новыми героями спустя 20 серий. Но все пошло не так. Я бы сказал, что травмы детства как-то забылись со временем. В отличие от Хоумлендера, эти братья и сестры помнили, но без долгих последствий. Виктор, пожалуй, единственный, но в четвертом сезоне это выглядело натянуто. Злодей. Что главное в любом хорошем шоу или фильме о супергероях? Нужен злодей, против которого борются герои. В «Пацанах» это Хоумлендер, сложный персонаж с убеждениями антигероя. Интересно наблюдать, как он погружается во тьму и обретает желанную силу. Оглядываясь на четвертый сезон Академии Амбрелла, не скажешь, что там был злодей высшего уровня, соответствующий качеству сериала. По сути, Виктор в первом сезоне был, пожалуй, лучшим. В остальном не было злодея, чью трансформацию или мотивы мы могли бы по-настоящему понять. Очевидным ходом было бы сделать Реджинальда главным антагонистом в финальном сезоне, ведь всегда казалось, что он станет боссом, которого нужно победить. Тот самый человек, который сделал их теми, кем они стали. Но, увы, сценаристы решили пойти другим путем. Путем, который оказался невпечатляющим. Рейтинги просмотров обоих шоу, похоже, движутся в совершенно противоположных направлениях. Например, «Пацаны» недавно побили рекорд просмотров Amazon Prime Video. 55 миллионов зрителей за 39 дней. Лучший показатель шоу. А вот у Академии Амбрелла другая статистика. И видно резкое падение популярности по сравнению с прошлым. Когда вышел третий сезон, за первую неделю его посмотрели 7,4 миллиарда минут. Невероятная цифра. А вот четвертый сезон набрал всего 863,5 миллиона минут просмотра. Это показывает резкое снижение интереса зрителей к шоу. Можно сказать, что серий было меньше, но даже с учетом 40% это и близко не то, что набрал третий сезон за неделю. Это говорит о том, что интерес к шоу естественным образом упал. У «Пацанов» огромное присутствие в соцсетях, и вирусность шоу явно помогает ему. Это то, чего Академия Амбрелла никогда не смогла достичь. «Пацаны» — невероятное шоу само по себе, и идея сравнения возникла только из-за того, что оба эти шоу впервые вышли в эфир с разницей в несколько месяцев. Оба основаны на группе героев, и одно из них все еще очень популярно, в то время как другое умерло смертью, которую никто из нас не мог представить после просмотра первых двух сезонов шоу. Вот почему «Пацаны» пережили Академию Амбрелла. Если хотите увидеть разбор четвертого сезона «Пацанов» или видео о том, как должна была закончиться Академия Амбрелла, нажмите на карточку вверху. Или зайдите на мой канал, где найдете все эти видео.